Территория стайл В магазинах собираются все звездные гости. И вход на показ новой киноленты строго по пригласительным. В фильме «Нереальная любовь», снятого по книге рублевской писательницы Оксаны Робски, приняли участие самые яркие звезды отечественного кино. Оскар Кучера, Егор Бероев, Игорь Верник, Гоша Куценко, Равшана Куркова и Марина Александрова. Что вас сегодня привело в ГУМ на премьеру фильма «Нереальная любовь»? Мне даже не важно, какой будет фильм, я знаю, что Равшана всегда очень красивая, и на это приятно смотреть. Ну и потом я хочу стать актером, а мне нужно учиться. Ну и потом еще себя показать. На людей посмотреть, себя показать. Шляпу выгулить. А что фильм «Нереальная любовь» для людей, которые еще не успели посмотреть это кино? К этим людям отношусь и я, я успела посмотреть кино только частично на озвучание, но мне кажется, в названии есть какая-то подсказка. Мне кажется, о любви. Девочки, как минимум. Я думаю, выйдет этот смысл в картине. Ты чего под колеса бросаешься? Мира? Нормально, а что ты задавила школьную подругу? Тебя нужно спасать. Что ты думаешь делать? Выдать тебя замуж. Действительно, история нереальной любви. То есть здесь история любви, которой, наверное, не может быть, но она случается. А та, которая должна случиться, она не случается. Люди любят, но не могут быть друг с другом. Как обычно, нас любят эти темы. В этом есть юмор, в этом есть, я надеюсь, какая-то новизна. В двух словах можете объяснить, о чем фильм «Нереальная любовь»? О везении, о любви, о реальной абсолютно, о дружбе, о желании помочь и об удаче. Вы знаете, я за реальную любовь. Ищите реальных мужчин, делайте из них нереальных, и, в общем, и тогда вы получите свою нереальную любовь в жизни. Ваша яхта? Моя. Ольга. У меня есть план. Чего стоишь? Сказать, ждем. Самый завидный холостяк нашей страны. Мандель тебе не ушел. Не ушел. Как у тебя получилось? Я сказала, что я замужем за человеком, которому нельзя говорить «нет». Красиво? Но ты тоже ничего не делаешь. Ольга! Живо? Вы что здесь делаете? Мы здесь. У меня есть душа, это редкость. Я вижу, вы на романтической волне. Мы не такая, как все. Мы достойны настоящей любви. А я не знаю, что такое любовь. Мира я люблю вас. Все. Какие-то интересные моменты во время съемок. Можете вспомнить самое яркое впечатление, которое осталось у вас от съемок в фильме «Нереальная любовь»? Яркие впечатления? То, что я кормила своего ребенка каждые три часа, и при этом должна была изображать бедную учительницу, которая ищет любви. И мой ребенок вырастет сильным иммунитетом, потому что он вырос на грудном молоке. Ну, во-первых, я учился водить к съемкам этого фильма. И самое яркое впечатление, когда на второй день занятий мой учитель повезла мне во второй же день на Садовое кольцо. И это, наверное, достаточно яркие были эмоции. Были забавные ситуации, когда мы вышли на яхте, которая была около 30 метров. И, поверьте, большого шторма не было. Но нас так всех укачивало, что я подумал, ну вот, ты олигарх, у тебя есть яхта. А выходишь, и тебя тоже укачивают. Понимаете? То есть, в принципе, я ощутил на себе. Конечно, представлять же можно все. Я себе представил, вот это моя яхта. Ну, когда-то вот так вот. Ничего хорошего. С дарком-то не хочется мой, да? Ну, ничего хорошего. Хотя шторма большого нет. И там же есть эти подруливатели, которые, гасители качки. Они тоже не помогают. Поэтому, знаете, все относительно. Главное, чтобы между людьми была настоящая любовь. Реальная или нереальная, пусть она будет. Настоящая любовь. Фальш. Просто фальш. Я просто не могу убрать. Вот и нет! А ты кто? Ваша жена. У меня много чего есть, но вот жены пока нет. А какие-то интересные истории были во время съемок? Какой-то, может быть, опыт актерский вы подчеркнули? Что-то новое для себя открыли? Поработал с отличной командой, отличные партнеры и отличный режиссер. Арман прям замечательный совершенно. Поэтому я удовольствие получал. У меня были замечательные партнеры, очень дологливые артисты. Я надеюсь, я тоже неплохо сыграл. Коллеги все мои, мы знаем друг друга не первый год. С Маринкой мы вообще знаем друг друга лет 10. И, собственно, это вот химия между нами, которая невозможна сыграть. Я думаю, что именно еще и потому, что, как и героиня в картине, мы с Мариной тоже друг друга знаем более 10 лет. С творчеством Оксаны Робски вы знакомы, вот вы как девушка? Я читала пару книг. Было легко. В принципе, легкие такие истории, да, мне понравились. Они запоминаются, нет? Вот, мне кажется, вот я прочитала, и уже, да, они так бесследно проходят. Они не запоминаются, кстати. Это не шедевры, но это легкая литература, мне кажется. И Оксана сама ни на что не претендует. И она молодец, она пишет. Ну, то есть вот там... У вас есть работа, опять же, таки, смотрите, как здорово. Она написала книгу, да, об этой книге раз, и фильм сняли, и вас задействовали, и всем хорошо. Опять же, согласна. Вы знаете, я знакома с ней лично. Книги не читали? Нет, самое смешное, что в фильме есть одна шутка, которая произошла со мной. Я не буду рассказывать всех тайн, но когда ко мне пришел сценарий, я прочитала, я позвонила, я говорю, как? Она говорит, ну, извини, я вставила твою историю. Я говорю, хорошо. Полагаю, что с творчеством Оксаны Рубски вы не знакомы? Нет, нет. Понимаю, что она популярна, наверное, в каких-то кругах. В своих кругах, да. Я не интересовался ее творчеством и не знаю, как она пишет. Вы знаете, к сожалению, нет. Это мое большое упущение. С творчеством Оксаны Рубски вы, видимо, не знакомы, да? Знаком. Читали? Нет, но много слышал, видел и много слышал от Рафжаны. Она прекрасный человек, красавица, умница. Я думаю, что она пишет неплохие книги, тем более, что... Тем более, что вы сняли в ее фильме. Я говорю, я говорю, правильно. Книги Оксаны, они так, знаете, очень быстро читаются, но они так же как-то и бесследно проходят, да? То есть через неделю ты не вспомнишь, о чем ты читал. Нет, они настолько легкие в понимании и в прочтении. Да, в этом я с вами согласна. Но неизвестно, что останется в памяти, знаете, после фильма. После фильма, да. Ведь люди хотят посмотреть на блеск Мишуру, а ведь за этим блеском часто скрываются и трагедии, и какие-то недопонимания. На самом деле, мне кажется, книга и кино это, ну, чаще всего это разные совсем вещи, поэтому, мне кажется, я не буду по фильму судить о книге, потому что все-таки подбор актеров, место, которое выбирает режиссер, постановщик, все это на меня работает, работает на мои эмоции, потому что я визуально люблю воспринимать картинку, и мне интересно, как ее представит режиссер. Музыка Люди в нашей стране устали думать, им хочется, придя в кинотеатр, отвлечься от повседневности и посмотреть незатейливую и легкую комедию. И фильм «Нереально любой» в этом смысле как нельзя лучше удовлетворит ваши потребности. Друзья мои, если вы по каким-либо причинам не смогли сегодня оказаться в столице зимних Олимпийских игр, не расстраивайтесь, болеть за нашу сборную можно и в Москве. Здесь на катке у Триумфальной Арки собрались самые ярые болельщики, ну а программа «Территория стайл» приехала оценить обстановку. Почему сегодня вы в Москве, а не в Сочи? Так сложились обстоятельства, что я не могу посмотреть вживую открытие Олимпийских игр, но надеюсь попасть на финал выступления Евгения Плющенко. Не получилось у меня поехать, потому что завтра в принципе работа в таком перманентном режиме. Работу не отменишь ради Олимпиады. Да, ну буду болеть и переживать на расстоянии. Просто я сейчас готовлю к выходу альбом. Тяжелая программа, мы репетируем каждый день, и ты четыре музыканта, все-таки там и бак-вокалисты, и, господи, и плейбэки, там столько всего нужно совместить, успеть. Так выгодно, да, приходить на мероприятие и говорить о своей творческой карьере, а не о событиях, на которых мы стоим. А где за счет? Делать друзья. А что думаете по поводу застройки такой глобальной, масштабной, красной поляны? Это потом в дальнейшем вообще может принести какие-то плоды, окупиться? Будет ли это востребовано? Я думаю, что у туристов во всем мире будет возможность приехать в Сочи и лицезреть, собственно, вживую. Что же понастроили наши профессионалы, наши специалисты? Да, лицезреть это очень важно. Это как бы имиджевая штука, которую нужно сделать один раз, как бы так выпендриться перед мировым сообществом, чтобы все было достойно, чтобы люди приехали, а мы с Францией, с Германией, с США сказали, вот это да, вот это мы понимаем, блин, вот мы бы так не смогли столько денег потратить. Все какие объекты были построены, это уже большая победа для нас в будущем, как минимум, потому что на этих объектах могут проводиться любые старты любого масштаба, могут проводиться любые выступления, да, могут тренироваться дети, могут тренироваться сборные. Это большой плюс для нашей страны. Я желаю нашей сборной не думать о том, чего от них ждут, и что на них надеются делать то, что они умеют делать, делать это на высоком уровне, подарить нам непередаваемые впечатления от их выступлений. И мы ждем от них не медалей, мы ждем от них достойного выступления. Вот так шуточками и прибауточками москвичи поддерживают нашу сборную. Теперь самое главное, чтобы олимпийцы на неделю забыли о веселье и доказали всем, что вера в них не напрасна. Продолжение следует...